Мы с вами чем занимались? Должны были уменьшать радости. То есть есть такое прямо в шелханорухе, в сборнике законов, такое постановление, Аллаха, закон, что в эти три недели уменьшаем радости, мимо Тимбасимха. Теперь пиком уменьшения в радости является неделя, как раз вот сейчас началась эта неделя, на которую выпадает 9 ава. И 9 ава это день скорби, день плача, день раскаяния. И потом начинается 10 ава, уже выход как бы постепенно из этого. После этого 15 ава, наоборот, все праздники, все радости на 15 ава. Как раз вот меня с Яковом Шатадиным пригласил один из наших учеников на свадьбу. Он говорит, благодаря вашим урокам я женюсь. Вот как раз 15 ава он поставил свадьбу себе. Дай Бог ему здоровья, чтобы было ему и его семье новой, и всей его семье, в которой он родился, чтобы было благословение и добрый час. Он как раз один из, на самом старке в Айкре, он очень помог тогда в Айкре, дал деньги на целый цикл уроков. И он очень пишет, прямо написал мне вчера вечером, что говорит, благодаря вашим урокам я, говорит, женюсь. Взялся за он. Почему это он благодаря нашим урокам женился? Вот как вы думаете? У человека в голове есть разные-разные правила, по которым он живет. Вот каждый человек живет по каким-то правилам, да? Откуда он взял эти правила, большинство не помнит. Ну, большинство правил возникли в детстве, да, в детстве, в юности. Жизнь человека – это следствие тех правил, по которым он живет. И вот он, значит, до встречи с нами, он думал, что смысл в жизни погулять, потусить. Урок памяти Равзильбера будет завтра. Завтра как раз день его Йорк, это сегодня вечером наступает. И завтра будет как раз 8 числа, это как ухода из этого мира Равзильбера. Вот этот парень, да, о котором я начал рассказывать. Вначале он жил по принципам, по каким-то своим принципам, которые он впитал в разные периоды своей жизни. А потом, когда он начал столкнуться с Торой через Ваекра, да, наша цель – как бы дать вот эту вот систему мировоззрения, познакомить с ней. Он говорит, а что действительно, ну сколько можно гулять, сколько можно быть эгоистом, надо же что-то в этот мир принести, хорошее, доброе, детей, например. Потому что не будет детей, кто будет населять следующий мир, следующие поколения, неизвестно кто. И вот он, значит, изменив свое мировоззрение, получил следующий этап в своей жизни, который начинается 15-го ава. Вот как раз 15-го – это был день, когда находили себе такой день любви-то в Израиле, да, не когда 14-го февраля, когда почему-то назначили, чтобы цветы было зимой легче продавать. А именно 15-го ава. Летом выходили девушки, причем интересно, там столько историй есть, это как праздничный день такой, обычай, да. Именно связано все с любовью, с женитьбой, он так назначил молодец, прямо очень умно поставил себе свадьбу на 15-е ава. Хорошо, так вот, сейчас непонятно, очень непонятно, каким образом сейчас в наше время, в данное время, как нам радоваться. С одной стороны, мы учили, что все время надо радоваться, с другой стороны, сейчас время, которое надо скорбить. Как здесь быть. И здесь, конечно, без Торы не разберешься. Поэтому, когда учим Тору по камествам, будем радоваться. А остальное время будем скорбить. Будем скорбить до 9-го ава, лучше скорбить. Почему лучше скорбить? Я вам так скажу, я всегда думал, вот всю свою жизнь, я думал, что все в этом мире очень равновзвешено, да. Как бы есть некая система такого равновесия. Если человек много радуется, помните, нас в детстве учили, я думаю, вас тоже учили. В детстве, кто много смеется, будет много плакать. То есть, вот, ребенок смеется, радуется. Мне помню, и воспитатели в детском саду, и родители, мне кажется, говорили, да, такую мудрость. Я запомнил с детства. Смех без причины, говорили мне. Признак кого? Я думаю, вам тоже говорили эту фразу. Признак дурачины, говорили мне в детском саду, в школе. А это абсолютно неправда. Смех без причины – это признак счастливого человека, который просто счастлив, и он смеется, ему хорошо. Но учителя-преподаватели говорили, что нет, нехорошо просто так смеяться. Просто так, по умолчанию, лучше быть напряженным, молчаливым таким. Я вот другую фразу помню с детства, что «болтун – находка для шпиона». Вот в детском саду я прям впитал, прям у нас были такие «болтун – находка для шпиона», смех без причины, признак дурачины, много хочешь – мало получишь, хочется – перехочется. И что еще в детском саду говорила воспитательница? Меньше знаешь, лучше спишь, тише едешь, дальше будешь. И все, вот, в общем, не будь выскочкой, всякие такие мудрости, удобные воспитателям. И вот, значит, мы сейчас пытаемся изменить вот эти вот установки, и вместо них получить установки Торы от Всевышнего, как в этом мире надо жить. И вот мы сейчас изучаем как раз эту книгу «Пути праведников». И мы сейчас находимся на 26-м разделе, уже 26-я глава, в которой рассказывается о механизме, который называется раскаяние. Раскаяние – это стирание старых негативных установок, стирание старых негативных поступков и переустановка вместо них нового, нового, как бы, программного обеспечения, новая система восприятия себя и мира. Значит, мы сейчас находимся в 20 лайфхаках, инструментах, помогающих переустановить вот это вот мышление. У нас есть, кстати, у вас тоже, у всех, кто друзья, партнеры, спонсоровая экрана, есть возможность купить программы, обучающие IPS-компании, включая Бессонова Алексея, с огромной скидкой. И вот я сейчас сам изучаю эту программу, вот я сейчас сидел перед руком, как раз хотел запомнить все 26 ворот, которые мы изучили. Мы же 26-ю главу уже заканчиваем. И я не помнил, например, все 26 главы. Я сейчас с помощью этой системы, я хочу всего, мы будем в этой книге, 28 главы. И я считаю ее невероятно ценной и полезной. И я потом хочу ее, значит, вот всю прямо выучить, чтобы помнить все 28 глав. И в каждой главе я хочу сделать себе по три главных каких-то идеи, которые я хочу запомнить и применять. Потому что имеет смысл учиться, когда у тебя что-то остается. Понятное дело, что время, проведенное за учебой Туры, это лучшее время вообще, которое только есть. Понятно, что, в принципе, если хоть что-то осталось, уже хорошо. Но если есть возможность все запомнить, то лучше запомнить. Но запомнить всю вот эту вот главу я пока не представляю как, потому что есть 26 глава «Законы раскаяния». В ней есть 7 причин, почему надо раскаяться, 7 препятствий, 20 лайфхаков. Дальше идет, я только вот сегодня дочитал до 20-го, идет, существуют 24 препятствия, делающие раскаяние невозможно. Учиться и учиться. Хорошо, так понимаете, как обидно, что те установки, которые мне давала неизвестная преподавательница в детском саду, ужасная женщина. Я помню, я ожегся, вот у меня есть шрам на всю жизнь, она меня не пускала к врачу. У меня травма есть, она меня держала за рукой. И вот я помню, на всю жизнь вот этот вот, мне так больно было. Плохая женщина, ребенка не пускала к врачу, говорила мне какие-то глупости. Я их запомнил. А сейчас эту книжку, хорошую, прекрасную книгу, которую написал великий праведник тысячи лет назад, который, чтобы не получить славу за нее, он даже скрыл свое имя. Тысячу лет изучает эту книгу. А он говорит, я просто хочу сделать добро людям, но пускай меня не благодарят, да? Чтобы это было вот бескорыстное добро такое. Вот, пожалуйста, уже тысячу лет эту книгу учат. Ему мы даже спасибо не можем сказать, не знаем, кто этот человек так убегал от славы, да? Так вот, вот этот вот процесс раскаяния, который мы сейчас изучаем, это умение откатить в прошлое, да? Вот вернуться, вернуться, вернуться в прошлое. Вот я прям возвращаюсь там в два года мне, да? Сейчас два года, допустим. И я говорю, что все, что я делал неправильного, начиная с года даже, в год уже, ну, в год еще человек ничего не может сделать неправильного, он вообще никаких решений не принимает. Какие в год он решения принимает, у него слова нет вообще даже, да? И вообще Всевышний до 13 лет, он не воспринимает человека, как ответственного за свои поступки до 13 лет. С 13 лет до 20 лет уже есть условная ответственность. То есть до 20 лет человека не наказывают за неправильные поступки небесным судом. Почему? Потому что еще он не управляет собой окончательно. Но с 20 лет, если он продолжает делать неправильные поступки и не раскаялся в них, уже на нем 100% ответственность. Представляете, только с 20 лет. Но я раскаиваюсь заранее с двух лет. Я хочу заново переустановить, знаете, я такой экстремист, хочу переустановить систему восприятия себя и мира, сделать такой рестарт своей жизни. Я хочу, прямо отказываясь от всех своих неправильных поступков и действий, начиная с двухлетнего возраста, и хочу переустановить свою вот эту вот операционную систему, свои знания на программу операционная версия правильники. Кто-то не правильники, кто делает все, как Бог сказал делать. А если делать все, как Бог сказал делать, то ты соединяешься со Всевышним. Итак, двигаемся дальше. Четырнадцатый лайфхак, который помогает раскаяться и переустановить систему, это исповедь. Как сказано, и исповедовался в том, в чем согрешил. Написано в Торе, что человек, который, чтобы ему было прощено, и чтобы он убрал негативные последствия всех своих старых негативных поступков, то ему нужно исповедоваться. И следует в исповеди вслух упоминать свои преступления и преступления своих отцов. Представляете? Потому что, продолжая проступки своих отцов, он поднесет наказание. И так написано. И исповедовали в своих преступлениях и в преступлениях своих отцов. Почему именно надо в преступлениях даже отцов исповедоваться? Он говорит, исповедь подобна омовению, а преступления в нечистоте. Если человек продолжает, значит, он исповедуется, но продолжает делать эти преступления, то это не, как бы, не исправление. Теперь интересно, в Торе разбирается очень подробно вот этот случай, наказываются ли дети за грехи отцов или не наказываются. Это очень важный вопрос, потому что, как бы, перед каждым из нас есть поколение. Сейчас очень модно в психологии всякие родовые программы, очищая родовые программы, расстановки есть, какие-то родовые там и так далее. В общем, как бы, психология и околопсихология, они дошли до того, что здесь в Торе как раз это разбирается уже, обсуждается тысячи лет. Значит, задают вопрос мудрецы Талму, да? Смотрите, написано в Торе, как бы, аксиома, да, в письменной Торе. Бог сказал, что накажу я детей за грехи отцов до 3-4 поколения. Написано прямым текстом, Бог сказал, буду наказывать детей за грехи отцов до 3-4 поколения. Значит, это аксиома. Значит, получается, будет наказывать. Но с другой стороны, в другом месте написано, что не понесут дети наказания за грехи отцов. Две аксиомы, два духовных закона. Как это? Тут написано, понесу именно до 3-4 поколения. А в другом месте написано, не понесу дети, не буду наказывать детей за грехи отцов. Талмуд говорит, так это очень просто, но это же вообще элементарно. Как вообще вопрос может возникнуть, что здесь есть какое-то противоречие? Здесь нет противоречия. Вот обычный человек, 100% нормальных обычных людей, скажут, есть противоречие. А мудрецы Талмуда говорят, здесь нет никакого противоречия. Буду наказывать детей за грехи отцов до 3-4 поколения, если дети повторяют грехи отцов, тогда им накладывается грех отцов и его собственный грех. И поэтому до 3-4 поколения, потому что грех в таком количестве, он уничтожает эту как бы ветку, эту семью. Теперь, но если не накажу детей за грехи отцов, если дети сошли с пути грешного отцов неправильного и перестали быть грешниками, тогда их не за что наказывать. Понятно, да, идея? Действительно нет противоречия. Если они продолжают, то до 3-4 поколения, дальше любой грех, например, папа был в какой-то семье, он, значит, решил, что буду заниматься развратом. Вот он развратом решил заниматься, занимался развратом, как ревляне, эти самые древние греки, они, значит, начали узаконивать вот этот вот разврат. Теперь их дети, которые в этом родились, уже непонятно, от кого они родились, кто там у них папа, кто мама, но у них уже это доступно. Они, значит, еще больше разврат. Третье поколение, они уже вообще там, ну, вообще непонятно кто, от кого, где, зачем, с кем. И четвертое поколение нету, ни Рима древнего, ни Древней Греции. Все общества, которые узаконивали разврат, они исчезли с карты мира. Но если кто-то в этом обществе, он сходил с пути отцов и говорил, нет, я за конкретную семью, где есть папа, есть мама, где есть верность друг к другу и так далее, любовь, значит, его за что наказывать? Он же не как его отцы. То есть логика стопроцентная железобетонная. Поэтому нужно исповедоваться в грехах отцов для того, чтобы для себя понять, что делать можно, а что нельзя. Есть история, опять же, рассказывается история про сдом. Был сдом, в котором узаконили на уровне закона, что запрещено делать добро. Когда узаконили это на уровне закона, и люди считали, что это хорошо, просто это, они говорили, ну, это же нормально, если пришли тебе гости, их убить, например, и так далее. То есть, когда узаконили все это, значит, Всевышний сказал, что я уничтожусь дом. Авраам с Богом разговаривает и говорит, ну, а если есть там, хотя бы, говорит, 50 праведников, что-то уничтожить злодея вместе с праведником, Всевышний говорит, не уничтожу. И вот тут мы видим, опять же, нет и духовный закон, потому что, если есть в какой-то ужасном месте, но есть хотя бы 50 праведников, то Всевышний ради 50 праведников спасает целый город. Авраам ему говорит, а если есть 40, а если есть 30, Всевышний говорит, и 30 не уничтожу, и даже 20 не уничтожу. А если есть 10? Он говорит, если есть 10 не уничтожу. Но в доме не было 10 праведников, потому что все праведные люди покинулись дом. Там был только один, который был праведник, это был племянник Авраама Лот, которого Бог спас именно за счет того, что у Лота был его дядя Авраам, и его связь с Авраамом духовная, эмоциональная, интеллектуальная, помогла ему спастись. Весь город был уничтожен. Поэтому человек должен, если раскаялись, например, Германия, да, у них они раскаялись в нацизме, у них любой китаец поднял какой-то нацистский символ, там, сразу китайца в тюрьму, да, то есть у них реально не раскаялись в том, что они сделали, и в том, что они сделали во время войны, то, что они убивали, они раскаялись. Все, значит, Германия процветающая страна. Есть страны, где они раскаялись, у них, если так посмотреть, то есть любой грех, который продолжается из поколения в поколение, на третье-четвертое поколение он убивает тех, кто является носителем этого греха, он как снежный ком накапливается и уничтожает. Теперь дальше. Пятнадцатый лайфхак. Пятнадцатый лайфхак. Как делать шуму, как раскаиваться. Молитва. Преступник должен умолять Всевышнего просить не наказывать за все преступления, просить прощения, искупления и милосердия. И следует молить Всевышнего помочь в раскаянии и открыть врата очищения. Таара называется, нагреть очищение. То есть мы как раз вот в этот шаббат, в «Кто живет в рамоте» по субботам с шести до семи вечера есть урок Торы, который мы изучаем пертьевод. И вот в этот шаббат мы изучали как раз пертьевод. Есть такая мишна во второй главе. Раби Шимон сказал, что будь осторожен во время чтения «Крият Шма» и «Молитва». И когда ты молишься, продолжает Раби Шимон, чтобы не становилась твоя молитва рутиной такой, когда человек молится, уже чисто произносит слова, но не вкладывается в эти слова. И не будь злодеем в своих глазах. И там на эту мишну было очень много объяснений. Мы как раз вот целый час изучали разные объяснения. И там разбирался вопрос, как действует молитва. Ведь молитва, человек обращается к Богу и просит Бога обычно, чтобы Бог изменил свое решение насчет каких-то жизненных обстоятельств человека. Кто-то просит больше денег, кто-то здоровья, кто-то жениться, кто-то, чтобы партнер по-другому стал относиться. В общем, люди в молитве обычно просят изменения жизненных обстоятельств, которые Бог человеку дал, исходя конкретно из его действий. То есть каждый человек делает действия, он принимает решения, он говорит об этом и так далее. Потом он получает какие-то жизненные обстоятельства. И он обращается к Богу и говорит, Бог, измени, пожалуйста, измени. Не будь честным, не будь справедливым. Или ты ошибся насчет меня, говорит человек, измени. Или же просто измени. Не ошибся, но я тебя прошу, поменяй. Тора нам говорит так, что это очень глупо так думать. Почему Бог? Бог же не человек, который может менять свои решения, которого можно уговорить поступить как-то правильно, неправильно. Бог не человек. Бог это Творец. Его одно из имен это истина. Как можно Бога уговорить сделать что-то против истины? А второе предположение, что если что-то происходит, то это не истина, тоже как-то неправильно. Потому что Бог это истина, добро, любовь, Творец, Создатель. Он управляет мирозданием. Так на что надеется человек, когда он молится? Объясняют там мудрецы, что человек, как работает молитва? Во время молитвы, то, что здесь написано, человек меняется сам. От Всевышнего всегда идет добро, свет, истина, справедливость потоком. Теперь, когда это идет не этим потоком, человек это воспринимающий... С одной стороны, человек, он производит какие-то свои действия и решения, то, что на Востоте называют кармой. И он, производя какие-то действия, он создает предпосылку, что на него идет потом отдача, да, идет последствия этих действий. Теперь, когда человека не устраивают последствия, то он может или, оставаясь таким же, просить Всевышнего поменять, или он может, наоборот, измениться. И он говорит, я действовал неправильно, так работает раскаяние, я действовал неправильно, я ошибался, я сделал не так, я пошел не туда, я на будущее беру на себя обязательство поступать совсем по-другому, я понял, что я куда-то не туда забрел, куда-то не туда зашел. Например, вот сейчас очень страдают люди в Газе, да, они страдают, ну пусть поймут, что отдайте заложников, отпустите невинных людей, которых просто забрали, держат в подвалах, отдайте убийцу, который это все организовал, то есть есть конкретные убийцы, они убили тысячи человек, тут же все закончится, весь мир вас восстановит, да тут прямо будет райская жизнь. Поймите, что эта ошибка была огромная, послушаться убийц, которые утверждают, что народ Израиля не может жить в Израиле, это вообще нонсенс. Послушать этих убийц, идти убивать, их поддерживать, это была большая ошибка. Сделайте шаг назад, скажите, убийца, который ответственный за убийство тысячи невинных людей, должен, значит, предстать перед судой, отдайте этого Синуара. Сто человек, включая детей, маленьких детей, которых забрали в заложники, верните, и тут же, в ту же секунду остановится война, в ту же секунду. Если убийцы, они продолжают править, если народ продолжает их поддерживать, то неудивительно, что вокруг них все рушится, то есть это как, это понятно, это следствие того, что они делают. Значит, 15-е это молитва. Человек, который хочет изменить свою жизнь, он должен молиться, но главный смысл молитвы не в том, чтобы упросить Всевышнего изменить что-то, а в том, чтобы просить Всевышнего помочь измениться самому человеку. И когда человек меняется, все меняется в его жизни. То есть так работает молитва. И 15 лайфхак в Чуве, это искренне молиться Всевышнему, но главный мотив просьбы, помоги мне измениться, помоги мне стать, как в 18 благословениях, основная молитва такая стандартная, помоги мне вернуться к Торе Твоей, помоги мне раскаяться, помоги мне, первая просьба в молитве, это дай мне мудрость, дай мне разобраться, что такое добро, что такое зло, понять, где я ошибался, где, наоборот, не надо усилиться. То есть молитва – это инструмент, который меняет не Всевышнего, он меняет самого человека. И тот, кто начал молиться, и тот, кто закончил молиться, это два разных человека. И тогда меняется, не меняется решение Всевышнего. Тому человеку, который был виноват, да, в чем-то, ему надо было по закону, должно было на него прийти там, какой-то цепочка последствий. Тому человеку, который закончил молиться, ему же это другой человек, он совершенно другой. Все, значит, мы на этом заканчиваем сегодняшний урок. Завтра с Божьей помощью продолжаем. В 10 часов, в 11, через полчаса, для партнеров, спонсоров и экрана, есть отдельный урок тоже. Поэтому с 11 до 12, welcome, приглашаем тех, кто помогают распространять Тору. Для вас есть отдельный урок по письмам Любавического Рэбе. Называется «Путь к богатству. Как удостоиться духовного богатства, материального богатства, чтобы делать еще больше добра?» Тот, кто делает добро, ему Всевышний тут же посылает возможности делать больше добра. Тот, кто делает зло, Всевышний ему возвращает это зло, чтобы он как-то почувствовал, понял, осознал, где он зашел не туда. Человек исправился, поменял свою дорогу, раскаялся. Все, ему будет хорошо. Все, до встречи, с Божьей помощью, шавуатов, удачи, успехов. Всем хорошим, добрым людям, чтобы было еще больше добра, благополучия, счастья, здоровья. А всем злым, плохим людям исправиться, раскаяться, вернуться к Богу. А те, кто не раскаивается, чтобы они почаще встречались друг с другом и свое зло выливали именно друг на друга. Будет тогда отлично, чтобы злодеи уничтожили все друг друга, а добрые, хорошие люди будут сидеть в партере и смотреть, как третий храм спустится с неба, придет на шеях, и мы будем жить долго и счастливо. Все, счастливо, до встречи.